Всем привет, вы на канале Стрик, с вами Виктор, мы продолжаем делать обзоры в мире кораблей и сегодня на обзоре у нас Гданск. Гданск, я буду называть его Жданск, Ждунск, как хотите, я название сказал правильно, все остальное это сугубо мое решение. Итак, первое, эсминец, арт, новый, десятка, ветка и так далее, по факту это Магдор. Федор, тебе привет, бронирования здесь нет. И да, я буду рассматривать бронирование эсминцев, если оно есть, нету, соответственно, ребят, здесь стоковый 19 мм, поэтому закрываем этот момент. Идем далее, по уже участи, с перком на хп 27900. Далее, конечно же, всех интересует артиллерия и здесь три башни по два орудия калибром 139 мм и одна башенка 139 мм, это башенка типа Леофантаск, Летрибль, вот это башни Магадора, да и в принципе корпус Магадора. Далее имеем два торпедных, пяти трудных аппарата по, ну, соответственно, пять торпед, дальний сход 9 км, 8-6 узлов в стиле европейцев и урон на ребята, да, маленькие 11200, идут довольно-таки быстро и, ну, торпедки есть, где-то на ход кинули, поверьте, где-то можно даже забрать крейсер, эсминчик линкор и я вам это в обзоре покажу. Соответственно, что касательно артиллерии, тут по факту все как у французов, 23 мм пробития, это стоковая, без инерционки, инерционка здесь не имеет смысла. Вероятность поджога 11%, баллистика в стиле французов, разницы нет никакой, а вот разница есть, ребята, в другом. Да, еще из моментов, вот эта башенка крутится на 360, то есть, если она смотрит сюда, она через нос, через разворачивается, это очень комфортно. Далее, дальность 367, это в максимальной раскачке, что еще по ГК, ну, ребят, по ГК здесь нет бронебоек, здесь только фугасы, альфа 2000, это вполне неплохо, с учетом вероятности пожара 11% и перезарядка в 3,7, это очень-очень неплохо. Этот эсминчик имеет богатый, богатый, сильный ДП. Далее, конечно же, глубинные бомбы рассматривать не будем, ПВО, ребят, ПВО здесь нету, ауры 4 км, забудьте больше, эта аура вам помогает скрываться от авианосцев, нежели отбиваться. Далее по маневрению, 43 узла, здесь мы проигрываем на 2 или 3 узла французу, я говорю про Клибера, по циркуляции тут, в принципе, все одинаково, перекладка 5,3, тут, в принципе, вопросов нету. Далее по маскировке, маскировка 7,7 это максимальная раскачка, тут, соответственно, дальше вы видите. Идем в оснащение, тут особенности, первое, в отличие от француза, от того же Клибера мы имеем дымы, это не самые крутые дымы, это не американские, но что-то средненькое. И этого вполне достаточно, чтобы компенсировать отсутствие хилки, здесь нету хилки, ребят, но помимо того, что здесь нет хилки, здесь нет французской особенности, когда вы в центральную часть корпуса получаете меньшего урона. Соответственно, дымы полностью компенсируют этот нюанс. Далее форсаж, 8%, ребят, не как у французов, здесь, увы, слабже. Но, как я и говорю, это компенсируется наличием дымов. Помимо всего, у нас есть РЛС, РЛС на 9 километров, это самая блатная РЛС по дальности среди всех эспенцев, включая Смайланд и Рагнар, там на 7,5, но она действует всего 10 секунд. Помимо того, казалось, 10 секунд, зачем такая РЛС? Да, ребят, извините, за 10 секунд вы даете как минимум 3 полных залпа и время перезарядки 57 секунд. Поэтому у этой РЛС, в принципе, на самом деле есть применение, я вам расскажу подробнее это все в бою. Сейчас перейдем к оснащению. Итак, конечно же, основное вооружение, далее, форсаж или РЛС на ваш выбор. Вы получите где-то 3 дополнительных секунды, и лично я предпочел форсаж, больше динамики, соответственно, меньше потери ХП. Далее, конечно же, модификации на точность, торпеды дымы здесь не нужно ставить. Энергетическое must-have, перекладка 5,3 для арт-эсминца с дальностью 16,7, на которую вы попадаете по линкорам, крейсерам. Этого вполне достаточно, поэтому также все в динамику. Далее, маскировка. Рули, повторюсь, здесь, ребята, не нужно. Здесь нужна маскировка для того, чтобы 100% загонять эсминец в РЛС. И чем ближе вы его загоните в дальность своего засвета в 7,7, тем эффективнее вы будете попадать с своего главного калибра. Далее, здесь есть вариация. Конечно же, это либо дальность, либо орудие главного калибра, перезарядка. Итак, тут момент. Если хотите супер максимальную заточку в ГК, ваш выбор перезарядка орудий главного калибра. Если вы хотите играть комфортно и на дальней дистанции закидывать по крейсерам линкорам, ваш выбор дальность. Лично мой выбор пал на дальность, потому что данный эсминец выхватывает большое количество хп, и когда вы стреляете на дальней дистанции, вам попасть максимально сложно. Ваш выбор, это ваш выбор. Это же мое. Итак, по перкам. Конечно же, профилактика из последних сил. Отчаянный это основные перки. Далее, конечно же, берем перк на хп. Суперинтендант. Увеличиваем количество форсажей, РЛС и дымы. Далее, я опять беру маскировку. Беру маскировку и дальность стрельбы. Но, ребят, такой момент. Здесь, оставляя перк мастер ГК и ПВО, вы там можете его заменить на дальность. И можете поставить перезарядку. Она у вас будет не 16, и вы скажете, да вот, блин, дальность меньше. Ну, вы это можете компенсировать наличием дымов. Но эсминец безбожно впитывает урон. И поверьте, это очень сильно ощущается. Откатали на стриме, я откатал все итерации. Это ощутимо. Поэтому я пришел к данной сборке. Что еще можно здесь поставить? Конечно же, можете полностью упороть его в перезарядку. Далее, есть вариант это поставить бесстрашно. При засвете минус 10% перезарядки. Перезарядка 3.7. У вас еще будет, получается, там модернизация на перезарядку. Это в совокупности даст очень-очень хороший буст на ДПМ, ребят. Это будет тоже правильный выбор. Но мой выбор максимально близко загнать эсминец под РЛС, чтобы откидаться по нему максимально с главного калибра. Соответственно, есть вариант еще осмотрительный. В принципе, то, что я хотел показать и рассказать в порту, я вам рассказал. Все остальное, конечно же, ребят, непосредственно в бою. Не переключайтесь. Итак, ребят, собственно, как обычно, вот наш бой. Этот бой я накатывал еще до стрима. И накатал я, в принципе, все итерации данного эсминца. И у меня много-много, так скажем, накопилось касательно данного эсминчика, мнения, опыта игры и прочие-прочие моменты. Что я хочу сказать? Первое. Давайте начнем с минусов. Реальных минусов, которые вы встречаете в бою. При перестрелке с любым эсминцем вы выхватываете довольно-таки хорошее количество урона. Но я посоветую, как делать. Первое. Если вы засвечиваетесь, вы 100% своей РЛС перестрелите вражеские эсминцы. Именно поэтому я сделал заточку в РЛС, чтобы максимально близко подпустить на 7 километров, так скажем, 7,7 и работать. Соответственно, вы засветились, прожимаете дымы, прожимаете РЛС и разбираете эсминчик. Все. Так вы экономите свое ХП при перестрелке с эсминцем. Но, уйдя изначально просто в дымы, прожав РЛС на 10 секунд, вы не способны вложить фул урон, чтобы забрать этот эсминец. Соответственно, в большую часть боя я предпочитаю изначально перестреливаться под засветом РЛС, а уже впоследствии, когда эсминец сближается, где-то там уже уйти в дымы. Это нюанс. Далее. Еще раз повторюсь, эсминчики на самом деле очень сильно впитывают урон. Здесь не французская, так скажем, история, где вы получаете меньше урона с каждым разом. Здесь этого нету. И это слабость. Вторая слабость. Многие, может быть, и сказали, типа, вот засвет большой. Для арт-эсминца засвет это не минус корабля, это его балансная правка. Но здесь есть дымы, которые позволят вам безнаказанно накидывать по любым целям. Далее. В целом по эсминцу невероятно классный, позитивный, динамичный эсминчик. Да, он чуть медленнее француза. Форсаж у него слабенький, 8% это не французский форсаж. Но данный эсминец позволяет спокойно, стабильно перемещаться по карте. И, в принципе, никаких проблем с этим нет. Главное, грамотно все-таки перестреливаться. Далее, соответственно, у нас есть, что, торпеды. Где-то они заходят, и в этом бою будет ярко видно, что у нас заходят торпеды. И давайте, наверное, все-таки по бою. Итак, что мы делаем? Я смещаюсь во фланг. Я понимаю, что точка С не берется. Значит, эсминец пошел во фланг, и я смещаюсь туда. Итак, халан. Открываемся. И начинается перестрелка. Смотрим, по сколько мы кидываем. Мы кидываем по 4000. Тут я уже немножко мазила. Я встаю в дымы. Прожимаю РЛС. И продолжаю разбирать халан. Тем самым, я экономлю свое КП. Но дистанция 3.8, соответственно, имейте в виду то, что вы будете светиться в дымах. Но, как видите, при поддержке, да и по факту, времени на то, чтобы разобрать халан, у нас ушло прям минимально. Соответственно, убили халан. Чуть-чуть смещаемся. Так как торпеды у него быстрые, они уже сюда ко мне не пришли. Значит, их уже и не будет. Работаем по республике. Двадцатку мы накидали просто в считанные секунды. Сколько? Четыре залпа нам понадобилось. Наша задача зажечь Бургундию. Ой, Бургундию, Республику. И, в принципе, так и играем. Играем от дальней дистанции. Здесь с баллистикой все шикарно. Попадать на 16 километров по линкорам не составляет никакого труда. Я вам серьезно говорю. Проблема может только возникнуть в том случае, если линкор постоянно лево-право мансит. Вот там становится сложно. Если же линкор идет просто по прямой, вы будете попадать, и проблем у вас никаких не возникнет. Соответственно, Республика прожала ремочку. Моя задача закинуть ей еще один пожар. Да, кстати, касательно ИВ, инерционного взрывателя. Стоковое пробитие здесь 23 миллиметра, так же, как у французов. Инерционку ставить я вам не советую, но я скажу, что вы получите, поставив инерционный взрыватель. Итак, 23 миллиметра, вы получаете бронепробитие как минимум в 27 миллиметров. Это позволяет вам пробивать оконечки советских крейсеров и американских крейсеров. Все, блин. А, ну да. Линкоров типа Хог 25 миллиметров. Линкоров типа Кастеллэйшн, созвездие у которого 27 миллиметров. 32 миллиметра линкоров. Абсолютно любых вы при инерционке не получаете. Но вы просто порежете себе вероятность пожара. А выцеливать Петропавловску 25 миллиметров, извините, или Сталинграду. Но это та еще история. Вам проще переподжигать данные крейсера, нежели рассчитывать на прямой урон. И то, что у вас пульки где-то там залетят. По крейсеру, который будет мансить, вам инерционка не поможет. Соответственно, от инерционки здесь мастхефт отказываться. Она не дает абсолютно никакого профита. Самое главное то, что мы пробиваем эсминцы. Да, мы не пробиваем Рагнара. С инерционочком мы бы пробивали, но поверьте, это такое. Кстати, да, еще дополню этот момент. Хабар, ну, ббшек здесь нет, ребят. Соответственно, только фугасы. И не пробиваем всяких зорких, хабаровсков, дельных. Там нашивки по 50 миллиметров есть. Кидайте в казематы, настройки все равно будут залетать. Тут без вариантов. Соответственно, брать инерционник ради какого-то там Рагнара, ради оконечек крейсеров, американских советов. Ну, это максимально непрофитно, ребята. Это вам ничего не даст. Касательно сборок, мы, в принципе, обсудили в порту. Я вам показал, какие вариации можно использовать. Здесь, кстати, еще будет момент. Я покажу, как воспользоваться RLS-кой всего лишь на 10 секунд и как она очень сильно помогает. Из минусов отсутствие то, что ббшек мы не можем вывалиться на Минотавры и накидать ему цитадели. Калибр 139 миллиметров на том же Клибьере позволяет цитаделить легкие крейсера. Даже где-то тяжелые. Здесь такой истории не работает, к сожалению. Потому что просто нету бронебойных снарядов. Соответственно, дождались Минотавра отвернул. Скинулись по нему пару залпов. У него там осталось еще хренового гора ХП. Моя задача, что правильно Минотавр уходит в дымы, он начинает отхиливаться. Моя задача подойти сзади, под форсажем, с RLS-кой. В неудобное положение Минотавра. У него сзади две башни, он будет давать рикошеты, как ни крути. А вот RLS-ка мы поможем себе и своей команде высветить Минотавра. И 10 секунд это вполне достаточно, чтобы Минотавру скинул с какой-нибудь линкора. И отправил его в порт. Собственно, смотрите, как это выглядит. И 10 секунд RLS, ребят. Ну, пожалуйста. На каком-нибудь Рагнаре у вас RLS-ка была бы в КТ или еще что-то в этом роде. Высвечим Минотавра и начинаем работать. Свечусь я от Халанда, ребят, не удивляйтесь. Притормаживаем. Минотавра мы, конечно, пробиваем довольно-таки неплохо. Где-то в башне залетает, там не пробить. В остальном же Минотавра мы караем. 20 тысяч Минотавр, 14-13. И, соответственно, ну, сами видите. Бургундия добирает Минотавра. Светился я от Халанда прямым засветом. Я выхватил довольно-таки большое количество ХП. Ничего с этим не поделаешь. Но вот, смотрите, я стреляю по Халанду на 14-6 километров. И даже на такой дистанции я все равно буду где-то попадать. Баллистика здесь на самом деле радует. Главное все-таки брать грамотное упреждение. Вот, пожалуйста, два пробития, 1300 коварнули для Халанда. Сейчас это ощутимая цифра урона. Я бы его забрал. Да, флоу я бы, конечно, не забрал. Но, тем не менее. Это показатель. Это результат. У нас осталось 7682. Хилки нету. Это максимально плохо. Но, смотрите, РЛС-ка у нас уже опять готова. Мы опять можем сдать РЛС в нужный момент. И дальше рассчитывать все-таки на команду. 75 тысяч накидали на своем фланге. Мы его переиграли. Выиграли. У нас три точки. Что? Правильно смещаемся. И бой будет максимально напряженный и непростой. Казалось бы, у нас тут все прям невероятно замечательно. Но, сами знаете, рандом. Ой, рандом. Это такой рандом. К сожалению, я не смогу вам показать результаты стрима. Средний урон. На стриме у нас был средний урон, я так думаю, где-то в районе 85-90 тысяч. Ну, нет, на ней 90-85 тысяч где-то среднего урона. По факту, в соло у меня получалось немножко попроще на стримах. Но, довольно-таки, я выхватывал лютейший фокус. Всем охота пострелять по новой лодке. Судите, как хотите. Но, в соло игре мне как-то игралось намного спокойнее и комфортнее. И результат, ребят, я на нем давал невероятно сильный. И да, где-то я там и выхватывал и так далее. Но было очень большое количество боев. Это фугасный эсминец, выжигатель линкоров, убийца эсминцев, убийца крейсеров. Наличие дымов на данном эсминце позволяет ему вытворять просто какие-то лютейшие вещи. Дальность стрельбы тоже позволяет накидывать безнаказанно на огромные дистанции. Что сделать с антвинсом? На 14 километров попробуй попади. Имеем ввиду. Соответственно, закидываем пожарчик и пошло-поехало. Мы закинули всего 5 пожаров. К сожалению, с пожарами здесь будет не все так шикарно, как хотелось. Будет момент с Агай, который вообще отказывается гореть. Хотя Агай играет без противопожарки. Но вот ни в какую. Тем не менее, 32 миллиметра. Соответственно, пробиваем только настройки. Как можете видеть, у нас есть непробитие. Моя задача выцеливать именно настройки. Но настройках ЭП практически нет. Они все черные. И это, блин, проблема. То, что здесь нет пробития в 32 миллиметра. Данное бронепробитие я бы мог компенсировать бронебойками. И пробивать бы с антвинсом и наносить там по 3-4 тысячи за залп. Но, к сожалению, это нюанс. Это фишка, которую придумали разработчики. Что здесь есть только фугасный снаряд. Что поделаешь. Итак, Агай, пожалуйста, один пожар. Шестой. Она нажимает ремочку. Как видели, она без противопожарки. Там очаг был смещен в центральной части. Что делаем? Прожимаем дымы. Наша задача забрать с антвинсента. Правильно. Работаем. Были бы ББшки. Было бы вообще, конечно, шикарно. Но, увы, ребят. Увы. Сейчас доберем с антвинсента. У нас уже 130 тысяч урона. Смайланд тут, конечно, опрометчиво немножко поступил. Максимально опрометчиво. Он мог бы уйти в кайт. Но вот Смайланд предпочтел почему-то умереть. Но да ладно, ничего не поделаешь. Потеряли, так потеряли. Далее. Подсветить. У нас есть Кюрфюрс. У нас есть Огайо. У нас есть Шимакас. У нас есть Юян. У нас есть 8600 хп. Даже при этом хп мы имеем невероятно сильный ДПМ. Посмотрите на эту перезарядку. 2 с копейками секунды. Я изначально в порту сказал то, что есть вариант заточить его в перезарядку ГК. Да, вы потеряете в дальности. Но вы получите еще более лютейший ДПМ. Для этого есть по факту все и много. То, как хотите играть вы, играйте вы. Я вам показал со своей стороны варианты. Что можно поставить, что это даст, почему это даст. Дальше выбор ваш. Мне хватает вот этой перезарядки. Тем более под отчаянным. Но обратите внимание просто. 2 и 8. Ну это 3 секунды практически. С таким весом залпа. Это довольно таки комфортно, ребята. Честно. Я не испытал проблем. Мне все-таки удобно загонять эсминцев максимально близко в зону действия РЛС. То есть 7,7 засвет. А РЛС у нас на 9 километров. Ближняя дистанция позволяет стабильно и уверенно попадать первыми. То есть вы засветились, тут же поражали РЛС. И накидываете. В этом плане я сделал выбор в эту сторону. Соответственно до дымов у нас минута. Наша задача дождаться пока Агайд стреляется. Накидим единый код. Торпедок. Венеция ушла в дымы. Агайд стрелялся. Работаем. Закидываем пожар. И блин. Ну их реально всего лишь 7. 145 тысяч. Накидали в принципе в легкую. Да. Нахватались. Да. Нахватались. Нахватались очень больно. Но это не отменяет возможностей продолжать реализовывать наш ДПМ и вот эти вот фугасы с хорошей альфой. Сами обратите внимание что у нас будет к концу боя и на что в принципе способен этот эсминчик. Долго говорить конечно сложно по этому бою. Я думаю тут просто все максимально наглядно выглядит. Можно было бы сказать досматривайте результаты боя. Если заметили нас осталось двое. А у них есть Агайя, Кюрфюрст, Юянг и еще и Симакас. Баг реплея ребят я с ним ничего не сделаю. Но поверьте я назвал те корабли которые у них остались. Тут Агайя кстати зарядила фугасики и 6400. Тут лишний урон выхватывать нельзя. Нужно как-то тащить этот бой. 3250 хп всего лишь осталось. И Агайя ни в какую не хочет загораться. Ну это прям проблема какая-то. Итого 170. Скоро выйдет Кюрфюрст. Ну и по мини-карте сами видите. Остались 1, 2, 3, 4 лот. Нужно добирать в любом случае Агайя. Он там опять прожал ремку его фиг зажгешь. Ну будем пробовать. Тащить этот бой мы выигрываем по очкам. Но проигрываем очень сильно по кораблям. Учитывая что у меня 3250 хп. И Агайя вместо того что стрелять по эсминцу. Стреляет блин на по Смоленску. Ну я куда объективная более цель если честно. Чем флоу Смоленск. Правильно? Правильно. Но. Как говорится за что боролись на то и напоролись. ДПМ лютейшие. Снаряды летят просто без конца. Да кстати еще из минусов у эсминца нету ПВО. 4 километра ауры. Это куром на смех ребят. Это просто куром на смех. Так забудьте. Вам даже Джерси Свирский не поможет. И никак не отмит ПУ. А тем не менее урон уже 180 тысяч ребят. Моя задача забрать Агайя. Но у меня осталось 3250. Тут еще Кюрфюрст вышел. А мне нужно затащить этот бой. И это не так уж и просто сделать. При Кюрфюрсте на 14.3. Это один какой-то залп. И как говорится до свидания. И как говорится до свидания. Я прожимаю ДМИ. Залп идет от Агайя и от Кюрфа. Я должен вроде как успеть оттормозиться. Но в принципе все получилось. Очень начиная немножко я тут тупить с упреждением. Потому что на тоненького играем максимально. Меня могут просто заблайндить. Забираем второй фраг. 190 тысяч. И к сожалению Смоленск Кюрфа мне не светит. Да и Кюрф может на меня все-таки давануть. Да он пока что далековато. Но это было бы максимально не очень хорошо. Соответственно я выхожу сам себе светить из домов. У меня есть торпедки. Кидаю по, так скажем, точке упреждения. Что мы делаем? Правильно светим Кюрфа. Мы сейчас засветим Кюрфюрста. И откидаем ему на ход торпеды. Это лучший вариант пока что. Из всех тех, кто я вижу. Из моментов у нас на точке Б. Соответственно находится эсьминчик. Который перезабирает это максимально все плохо. 11.8. Кидаем торпедки. И как думаете откроюсь я или нет? Конечно я откроюсь. Я в зоне действия ПМК. Ребята, я открываюсь. Я стараюсь вытащить эту катку. И смотрите что у нас тут происходит. Юянг. 20 тысяч. 20 тысяч и 3250. Ребят, 20 тысяч и 3250. Смотрим выиграю ли я эту дуэль. И вообще как она закончится. Смотрим, смотрим. Это очень интересно. 2 тысячи просто. Опа, шимакас. Словил торпедку. Как я и говорил, торпедка пригодится. Она пригодилась, ребята. В целом эсьминец реально бодрый, классный. Я рекомендую к прокачке. Не нужно его покупать там за голду и так далее. Дождитесь, выйдет фанатом артиристов. Сойдет, ребят. Классная лодка. Но теперь я с вами попрощаюсь. Всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк, пишите комментарии. В виде в следующих обзоров. Рассматриваем бой. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok